День Петра Как бы праздничные дни, такие все люди как бы хотят быть счастливыми И все говорят о счастье, все думают о счастье И я думаю, как бы сегодня это хороший день поговорить о счастье Я буду, конечно, основываться на словах Писания И буду стараться как бы вместе с вами разобрать эту тему Что такое счастье, как его понять, как его достичь Когда разговаривали так с людьми, я немного готовился, задавал людям вопросы И вы знаете, в основном все люди думают, что счастье это понятие растяжимое Каждому нужна определенная своя вещь для достижения счастья Люди некоторые думают, вот мне бы там, может, один миллион еще не хватает И я тогда буду счастливый Другой человек говорит, ну вот мне бы сейчас какую-то должность высокую в этой жизни И это мне принесет счастье Или, знаете, мы все люди как бы ищем счастье И человек рожденный, каждый человек на земле Нет такого человека, который бы не хотел быть счастливым И это как бы вложено в человека искание счастья Желание быть счастливым И это нормально, и все этого хотят Но интересная вещь происходит Не все понимают, что такое счастье Не все понимают, как его достигать И как это вообще, что это такое Каждый имеет свое мнение И очень многие люди сильно заблуждаются И очень многие люди, достигнув того, чего они так о чем сильно мечтали Потом сильно разочаровываются И мы знаем, что если много есть очень богатых людей Которые были богатыми, которые достигли больших богатств Разочаровываются так, что кончают жить самоубийством Многие из них теряют в конце все Многие все эти богатства, которые они приобрели Они перестают для них быть ценными И как бы, чтобы с нами этого не случилось Вот те цели, которые мы имеем, достигнуть счастья Чтобы с нами не случилось Нам нужно быть очень уверены Что мы идем по правильному пути И что мы в правильном направлении Достигнуть этого счастья Для этого я хочу просто прочитать несколько мест в Библии У нас есть очень много примеров Библия полна примеров людей, которые искали счастья И что с ними произошло Допустим, один пример я хочу прочитать от Марка 10 глава Это был человек один Написано так, 17 стишок Когда выходил он в путь Подбежал некто Пал пред ним на колени Спросил его Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную Иисус сказал ему Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради Не лжесвидетельствуй, не обижай Почитай отца твоего и мать Он же сказал ему в ответ Учитель, все это сохранил я от юности моей Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему Одного тебе не достает Пойди Все, что имеешь, продай и раздай нищим И будешь иметь сокровища на небесах И приходи, последуй за мною, взяв крест Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью Потому что у него было большое имение Вы знаете, это место, оно написано в трех местах Лука пишет, Матвей И пишет, что Матвей пишет, что это был молодой человек Тут просто написано некто Но, допустим, Лука пишет, что это был человек Который был начальствующий То есть мы можем увидеть, что этот человек был очень богатый Был молодой У него, наверное, было так хорошее здоровье, молодость, богатство И он был еще начальником У него было положение Но ему чего-то не хватало Представьте, достигнув, как бы имея вот это богатство Имея положение, молодость Этому человеку что-то не доставало И он не только был богатый Не только был молодой, успешный Но он еще был и очень хороший человек Он мог вот эти все заповеди Которые Бог сказал соблюдать Он с юности научился их соблюдать И он делал все правильно Он не прелюбодействовал Ничего, не лжесвидетельствовал Уважал отца и мать Он был очень правильный человек Но он внутри что-то чувствовал Что имея вот это все Ему что-то не достает Ему не достает царство Какого-то мира, покоя внутри себя Ему не достает царство небесного Ему не достает какого-то высокого счастья Он это все как достиг Что можно достичь в того времени Но это не приносит ему счастья И он приближает ко Христу Падает на колени и говорит Что мне нужно делать Чтоб достигнуть царство небесное И вы знаете, Христос его ошеломляет Говорит, продай все, что ты имеешь То есть твое положение То, что ты начальник То, что ты богатый Все раздай И что следуй за мною Взяв крест Приходи ко мне Страшное, конечно, для этого человека Он так к этому всему стремился Он так этого всего желал Он так это все много прилагал усилий И тут, когда он хочет быть Еще на царстве небесном Хочет иметь мир, покой, радость Ему предлагается все, что он достигал Все, чего он так сильно хотел Это нужно отдать Это нужно отказаться Он, конечно, не понял Христа И ушел Вы знаете, очень много мест Таких интересных Когда Христос или Отец наш Или Бог Он как бы предлагает Очень как бы Ну, не совсем нам понятные вещи Почему это происходит? Допустим, я так считаю Что написано Там много можно мест найти Тот же Марк пишет Такое место, что Говорится такие слова Говорится 9 глава 8 глава 36 стишок Марка Написано Какая польза человеку Если он приобретет весь мир А душе своей повредит Представляете Представляете Человек Приобрел весь мир Это серьезно Приобрести весь мир Это быть очень богатым Очень Очень мудрым Очень Как сказать Ну Умеет человек достигать Больших вещей Как бы можно сказать Счастливым Но тут написано Такая весть Что этой пользы нет Он может своей душе Повредить То есть Счастье Это не на уровне Плоти То есть Давайте вот так Просто вникнем в Писание Вы знаете Люди ищут по плоти Плоть желает Таких вещей Развлечений Как сегодня было нам сказано Насчет развлечений Насчет Всяких таких вещей Плоть хочет развлечений Она хочет покушать Поспать Много есть у плоти Таких потребностей Потребностей Которые Плоть всегда ищет Она ищет Какого-то Ну Такого покоя Какого-то спокойствия Знаете Но счастье Это не на уровне плоти Душа Есть душа у человека И душа Она ищет счастье И люди Очень сильно ошибаются Когда пытаются Достигнуть счастья На уровне плоти Они думают Ну вот Мне не достает Для счастья Вот Этой дорогой машины Может Мне не достает Для счастья Этого красивого дома Или этой прекрасной земли Или Этого богатства Этого положения И люди Когда достигают Они достигают По плоти И они Не Доставляют Полноты Для своего Внутреннего человека Для своей души Душа Также остается Печально Она Получая Вот эти Как сказать Плотские вещи Она не Она не получает Счастья Она также Несчастна Оно не приносит Того результата Который человек Думает Что оно принесет И вы знаете Так можно потратить Всю свою жизнь Ища счастье И так его Не найдешь Потому что Надо быть На высшем уровне На высшей души Душа Она ищет Двух вещей Очень важно Понять Что душа Всякая душа Человека Ей нужно Две вещи Это Уважение То есть Почтение От Бога От людей Каждая душа Хочет Чтоб ее уважали Это одна из вещей И любовь Вторая вещь Нужно Чтоб ее любили Тогда она будет Счастливая Всякая душа Если она Не важно Где человек Находится В Африке Там Жара страшная Песок Но если он Дошел Уважение Людей Уважение Богу И если Он Любящий Богом И он Нашел Бога Он Счастливый Человек Может быть Он не богатый Может быть Он не молодой Может у него Нет особого положения Но он Счастливый И может Человек На крайнем Севере Там сильно Холодно Там мало Людей Но если Он найдет Это Уважение От Бога От людей И любовь Он будет Очень И очень Счастлив И он Будет Очень Радостный И Поэтому Нам нужно Очень Понимать Эти вещи Насколько Важно Понимание Этих Что произошло Я хочу Зачитать Это Место Что Произошло С Евой Где Она Совершила Ошибку Написано В третьей Главе Такие Слова Увидела Жена Что Дерево Хорошо Для Пищи И что Оно Приятно Для Глаз И Вожделенно Потому Что Дает Знания И Взяла Плодов Его И ела Дала Также Муже Своему И он Ел Вы знаете Смотрите Что Произошло С ней Она По Плоти Посмотрела На Это Дерево Там Было Много Деревьев Я Не думаю Что Мне Там Была Нужда Не Хватало Еды Они Жили Вдвоем Я Представляю Сколько Там Фруктов Овощей Всяких Было Полно Всего Кушай Что Хочешь Доволь Насыщайся Себе Все У них Нормально Было Было У них Ни В чем Достатка Не Было Там Не Было Ни Холодно Не Было Чего То Такого Чтобы Им Еще Не Хватало Им Было Все Хорошо У Них Был Бог У Них Был Рядом Бог Совершенный Бог Они Молись С Ним Беседовать Они Могли С Ним Делиться Ее У Него Был Любящий Муж Что Ей Не Хватало Ну Представьте Лукавый Подложил Ей Просто Глазами Она Посмотрела На Дерево И Это Плод Он Стал Ей Вожделенный То Есть Она Подумала Что Он Очень Очень Вкусный Он Очень Красивый Ей Хочется Вот Этого Все Она Перепробовала Всего Достигла Но Этого Она Еще Не Имела И Ей Это Очень Сильно Когда Она Посмотрела Ей Очень Сильно Захотелось Это Знаете Мы Должны Просто К чему Я говорю Чтобы Узнать Как Дьявол Действует Мы Счастливые Люди С вами Мы Можем Петь Псалмы Как Счастлив Я Что Я Христа Имею Мы Можем Знаете Рассказывать Историю Когда Однажды Мы Пришли К Нашему Богу И Как Он Нас Осчастливил Как У нас Была Радостный День Мы Покаялись У нас Произошла Встреча С Богом Нам Стало Хорошо Нам Бог Дал Духа Святого Но Тут Приходит Лукавый Лукавый Что Он Делает Задача Лукавого Обольстить Когда Бог Спросил Еву Что С тобой Произошло Она Ответила Что Лукавый Оболстил Змей Обольстил Меня Обольстил Знаете Павел Говорит Что У Дьявола Есть Хитрое Искусство Обольщения Он Занимается Тем Чтобы Обольщать Людей Особенно Неграмотных Особенно Те Которые Много Не Понимают Люди Неверующие Не знающие Бога Их Очень Легко Обольстить Он Предлагает Им Какие То Вещи И Он Делает Их Эти Вожделенными Вид Вожделения Знаете Человек Думает Вот Без Этой Вещи Я Не Проживу Я Вот Без Этого Определенной Как Без Земли Красивой Если Я Не Куплю Я Буду Несчастен И Человек Стремится К этому Когда Он Это Получает Он Понимает Что Он Обман Это Обольщение Это Обман Сатана Ходит И Всем Обманывает Он Постоянный Обманщик Его Задача Если Возможно Даже Избранного Обольстить Адам И Ева Они Были С Богом Их Было Нелегко Обольстить Но Он Ухитрился И Обольстил Сегодня Знаете Это Не Новое Это Всегда Происходит Поэтому Я Хочу Прочитать Что Происходит Дело С Народом Израильским Смотрите Такая Картина Тоже Как Бы К Древним Вернемся Что Произошло С Ними Я Хочу Второзаконие Шестая Глава Написано В Третьем Стишке Слушай Израиль Старайся Исполнить Это Чтобы Тебе Хорошо Было Бог Он Когда Вел Израиль В Обитованную Землю Он Дает Им Наставление Он Очень Переживает Что С Ними Может Что Произойти Когда Им Будет Хорошо Что То Может С Ними Произойти И Он Им Предупреждает Смотрите Какими Словами Чтобы Тебе Было Хорошо И Чтобы Вы Весьма Размножились Так Говорит Бог Отцов Твоих Говорил Тебе Что Он Даст Тебе Землю Где Течет Молоко И Мед Слушай Израиль Господь Бог Наш Господь Един И Люби Господа Бога Твоего Всем Сердцем Твоим Всей Душой Твою Всеми Силами Твоими Да Будут Слова Сии Которые Я Заповедую Тебе Сегодня В Сердце Твоем Внушай Их Детям Твоим И Говори Об Них Сидя В Доме Твоем И Идя Дорогою Ложась И Вставая И Навяжи Их На знак На руку Твою И Да Будут Они Всякой Повязкую Над глазами Твоими И Напиши Их На Косяках Дома Твоего И На воротах Твоих Смотрите Он говорит Чтобы Человек Не забывал Что Бог Бог Есть Весьма Велик И Что Он Есть Один И Что Нужно Всегда Об Этому Помнить Везде Написать На дверях На повязке Говорить Детям Постоянно Об этом Думать День И Ночь Всегда Об Этому Говорить Вникать В себя Писание Заниматься Сим Постоянно Каждый День Почему Это так Важно Смотрите Почему Когда Ведет Тебя Господь Бог Твой В ту Землю Которую Он Клялся Отцам Твоим Аврааму Исааку Иакову Дать Тебе С большим И хорошими Городами С большими И хорошими Городами Тебе Бог Даст Богатство Которых Ты не Строил С домами Наполнены Всяким Добром Которых Ты не Наполнял С колодезами Высеченными Из камня Которых Ты не Высекал С виноградниками И маслинами Которых Ты не Садил И будешь Есть И насыщаться Смотрите Вот Вот Все Что Желает Как Б Человек Дома Города Отстроенные Наполнены Богатством Колодезы Полной Чистой Воды Виноградники И все Это Бесплатно Дар Просто Так Вот Тебе Все Живи Радуйся Смотрите Но тут Смотри Он пишет Такие слова Следующий Стишок Очень Важно Тогда Берегись Представьте Получая Все Все Богатство Все Что Как Б Человеку Нужно Теперь После Всего Этого Бог Предупреждает Берегись Чего Береться Чтобы Не забыл Ты Господа Который Вывел Тебя Из земли Египетской Из дома Радства Господа Бога Твоего Бойся И ему Одному Служи И его Именем Клянись Не Последуй Иным Богам Богам Тех Народов Которые Будут Вокруг Тебя Смотрите Какое Предупреждение Человеку Хорошо И тут Приходит Обольститель Знаете И человек Начинает Вначале Вроде Богу Помните Даже Соломоном Великим Царем Великим Мудрым Человеком Который Знал Бога В конце Что Произошло Его Жены Вели Его Служить Другим Богам Он Не Смог Устоять Это Нам Пример Дорогие Друзья В Библии Очень Много Есть Таких Примеров Которые Для Нас Что Когда Нам Станет Хорошо Когда Наша Душа Почувствует Я Хочу Еще раз Обрат Эти Две Вещи Уважение И Любовь Вы Знаете Уважение Можно Добиться Я Уважение Других Людей Каким Способом Люди Добиваются Уважения Или Каким Способом Бог Добивается Нашего Уважения Он Много Милующий Прощающий И В нем Есть Любовь Каждый Человек Может Начинать Прощать Миловать И Любить Каждому Это Возможно И Когда Мы Это Делаем Когда Мы Прощаем Милуем Людей Когда Мы Снисходим К Они Нас Уважать Они Будут Сказать Вот Это Хороший Человек Он Меня Не Оскорбляет Он Меня Не Унижает Он Меня Не Злословит Он Меня Прощает И Этим Словом Бог Так же Сам Нас Дарует Эту Милость Нам Невольное Уважение К Нему Да Он Делает Много Чудес Он Очень Богатый Он Сильный Но Мы Уважаем Его То Что Он Простил Наши Грехи Мы Уважаем Его За Это Самое Важное За Что Мы Уважаем И Мы Должны Прощать Другим Мы Тогда Добьемся Уважения Но Вот С Любовью Это Немножко Посложнее Дорогие Друзья Нам Нужно Иметь Истинную Любовь Ту Которая От Господа Чтобы Ее Иметь Нужно Постоянно Общаться Лично С Плотскими Вещами Не С Вот Этими Созданными Вещами Общаться Мы Иногда Общаемся Там Машина Дом Там Что То Такое Знаете Это Все Как Плотское Оно Не Приносит Нам Радости Нам Надо С Живым Богом Душа Она Желает Общения С Живым Существом Богом И Поэтому Она Ищет Его И Это Единственное Счастье Когда Мы Находим Общение С Истинным Богом Когда Мы Общаемся Когда Мы Знаем Его Лично Не Понаслышки Не Не Выучили Не Заучили Это Слово Не Где Там Запомнили Какие Фразы Нет Мы Должны Лично Общаться С Ним Лично Иметь С Ним Общение Эта Любовь Она Изливается Духом Святым В Наши Сердца И Мы Тогда Име Эту Любовь Мы Поступаем Правильно В Жизни Мы Милуем Людей У нас Есть Уважение И Мы Счастливы Мы Счастливы Неважно Сколько У нас Денег Неважно Какое Положение Мы Занимаемся В Обществе Мы Можем Быть Счастливым Самым Человеком Со Стороны Могут Подумать Но У него Того Не Хватает У него Того Не Хватает У Смотри Там Дом Не Порядки Друзья Этого Я Желаю Для Каждого Знать Пусть Как-то Бог Укрепит Нас В Заключение Хочу Еще Одним Такое Место Прочитать Тоже Про Народ Израильский Для Нам Для Примера Смотрите 77 Псалом Давид Пишет Такие Слова В 12 Стижке Я Прочитаю Он Перед Глазами Отцовых Сотворил Чудеса Земле Египетской На Поле Целан Разделил Море Провел Их Через Него Поставил Воды Стеною И Днем Вел Их Облаком А во Всю Ночь Светом Огня Рассек Камень В пустыне И Набоил Их Как Великие Бездны Как Великой Бездны И Скалы Извел Потоки И воды Потекли Как Реки Но Они Продолжали Грешить Пред Ним И раздражать Всевышнего В пустыне И Скушали В сердце Своем Требуя Пищи По Душе Своей И Говорили Против Бога И Сказали Может Либо Приготовить Трапезу В пустыне Вот Он Ударил В камень И Потекли Воды Пролились Ручьи Может Либо Он Дать И Хлеб Может Либо Приготовлять Мясо Народу Своему Представляете Бог Идет Делает Им Множество Чудес Может Либо Он То И Тут Смотрите Он Что Сделал Им Он Им Снисходит Он И Милует И Он Такое Делает Господь Услышал И Воспламенелся Гневом И Огонь Возгорелся На Иакова Гнев Подвинулся На Израиля За то Что Не Веровали В Бога И Не Уповали На Спасение Его Он Повелел Облаком Свыше Отверз Двери Неба Представьте Что Бог делает Открывая Двери Неба И Одождил На Них Манну В Пищу Хлеб Небесный Дал Им Хлеб Ангельский Ел Человек Послал Им Пищу До Сытости Это Явное Знамение С Неба Падает Хлеб И Это Ангельский Хлеб И Как Пыль И Он Возбудил На Небе Восточный Ветер И Навел Южной Силою Своею И Как Пыль Одождил На Них Мясо Как Песок Морской Птиц Пернатых Поверых Среди Стана Их Около Жилищ Представляете Они Жили В шатрах Открывают Шатер И Там Так Столько Мяса Как Пыль Это Было Очень Много Мяса Падает С Неба Это Великое Знамение Никуда Не выходя Захотели Мяса О, как Дождь Падают Эти Птицы Но Еще Они Ели И Пресытились И Желаемое Ими Дал Им Но Еще Не Прошла Похоть Их Как Пища Была В Устах Их Гнев Божий Пришел На Них И Убил Тучных Их Юноши Израил Их Низложил При всем Этом Они Продолжали Грешить И Не Верили Чудесам Его Представьте Столько Чудес Столько Знамений Он Рассек Воды Провел Их Через Море Давал Им Пищу Небесную То Ангельскую С неба Мясо Вода Из Камней С таким Большом Обилии Столько Он Совершил И Они Все Равно Не Хотели Ему Как Нужно Служить И Верить И Что Самое Страшное Он С Погубил Дни Их Суете И Летая Их В Сметении Самое Страшное Наказание Это Суета Я Считаю Что Это Страшное Было До них Наказание Человек Ходит Кушает Пьет Наслаждается Жизнью Но Это Все Зря Проходят Годы Проходят Десять Двадцать Тридцать Сорок Лет И Человек Умирает И Ничего Полезного Он Не Делает Ничего Нужного Просто Убивает Время Дни Их Погубил Суете Это Самое Страшное Наказание Которое Бог Может Дать Человеку Из-за Чего Из-за Того Что Человек Не Хочет Служить Богу Как Нужно Я бы Не Хотел Дорогие Друзья Чтоб Кому То Из Нас Было Такое Наказание Здесь Среди Нас Мы Так Если Смотреть Человеческими Глазами Мы Так В суете Находимся Вы Знаете Мы Так Просто Кушаем Пьем Достигаем Каких-то Вещей Чтобы Себя Счастливить Там Все Но Мало Кто Из Нас Знает Сердце Бога Мало Кто Из Нас Знает Имеет Такие Чувствования Божественные Мало Кто Из Нас Имеет Большие Откровения От Бога И Я бы Желал Чтобы Знаете При жизни Нашей Мы Еще Увидели Вместе И Делились Откровениями Божьими Мы Делились Духовными Вещами Не Плотскими Меня Часто Спрашивают Как у Тебя Дела Я Всегда Не Знаю Как Ответить При Чем Здесь Дела Причем Здесь Моя Жизнь И Мои Дела Или Как Там Как Моё Финансовое Положение Вообще При Чем Здесь Разница Как У Мне Идут Дела Как Я Вообще В этом Разница Писание Говорит Что Вот Допустим Я Хочу В Конце Зачитать Что Писание Говорит Насчет Дел Допустим Ефесянам По Моему Да Ну Я Своими Словами Помните Павел Говорил Блажен Человек Который Просто Благодарит За то Что Имеет От Состояния Имения Человека Зависит Его Жизнь И я Вот Так Считаю Все Так Когда Ты Нашел Истинное Счастье Когда Ты Воистину Счастливый Вот Эти Все Плотские Вещи Вот Эти Все Плотская Жизнь Это Выражение Как Дела Это Явно Лукавое Знаете Это Лукавый Обольщает Нас Чтобы Мы Больше Думали И Задумывались Как же Точно Мы Живем Как же Чего Мы Достигли Может Он Дал Какое-то Очередное Вот Это Как Еве Она Сразу Поняла Что Он Ее Обманул Я Представил Эту Картину Ева Вкусила Этого Плода Она Сразу Увидела Что Она Нага Перед Кем Она Пощутила Себя Голой Раньше Она Ходила У нее Только Муж Был Муж И Она А Звери Ну Что Здесь Нечистоту Она Поняла Что Есть Сатана Она Увидела Что Она Не Одна Ей Стало Страшно Она Поняла Что Такое Страх Она Поняла Что Такое Что Вокруг Нее Происходит Да Она Много Чего Увидела И Это Стало Ей Хуже Ее Стало Тяготить Ей Стало Не По Себе Раньше Она Свободно Ходила Адам Ева Бог Она Не Замечала Этих Бесов Лукавого Этих Всяких Хитростей Она Себе Жила Птички Поют Водичка Течет Кушает Знаете Радуется Свобода Она Себе Нормально Себя Чувствовала Был Мир На Сердце У нее Радость Она Была Счастливая Она Была Счастлива Она Прыгала Танцевала Радовалась Она Адам Ева Там Очень Хорошо Им Было Но Когда Она Вкусила Этот Плод Она Поняла Что Она Не Одна Она Поняла Что Кто-то На Нее Влияет Сатана Может Ее Искусить Сатана Может Ее Обольстить Обмануть И Когда Она Это Почувствовала Она Поняла Что Ей Стало Страшно Что Она Одна Она Быстро Дала Мужу Есть Я Представляю Как Она Пришла К Примужу У Глаза Наверное Уже Не Я Живая Точно Этот Плод Он Приносит Мудрость Я Теперь Много Еще Понимаю Давай И Ты Я Не Хочу Быть Умнее Тебя И Она Дала Ему Это Поел И Он Съел И Они Оба Поняли Что Сатана Обманул Обольстил Когда Бог Спросил Ее Что Ты Сделал Обольстил Меня Сатана Она Другого Слова Не Порвала Что Он Ее Обманул Дорогие Друзья Да Не Будем Мы Обмануты Им Да Не Будем Мы Да Не Поставлю Давид Говорит Не Поставлю Ничего Непотребного Перед Глазами Своими Допустим Иов Говорит Я Заключил Завет С Глазами Своими Не Смотреть На Женщину С Преводи Деянием Христос Говорит Что Если Кто Посмотрит На Женщину С Бог Так Сильно Карает Человек Просто Посмотрел А Уже Согрешил Уже Как бы Это Все Совершил Так же Само Как Ева Она Посмотрела И Уже Согрешила Она Уже Это Уже Показалось Ей Вожделенным Поэтому Мы Должны Знать И Держаться Нашего Бога И Воистину Быть Счастливыми Потому Что Счастье Только В Нем Слава Богу Господь Слава Тебе Благодарим Тебя Славим Тебя Иисус Ты Достоин Хвалы Ты Достоин Господь Того Чтобы Мы Тебя Славили Чтобы Мы Тебя Прославляли Чтобы Мы Возвеличивали Твое Святое Имя Потому Что Ты Единый Бог Знаешь Что Нужно Нашей Душе Нашей Душе Нужно Счастье Истинное Господь Которое Только В Тебе Оно Только Там Это Положил Ты Хочешь Чтобы Мы Были И ходили В Царстве Твоем Чтобы Мы Были Воистину Счастливыми Людьми Чтобы Мы Другим Рассказывали Что Истинное Счастье Это Только В Боге Только В Тебе Только В Тебе Счастье Ни В чем Другом Ни В чем Другом Не Может Человек Стать Счастливым Нет Ничего Никакого Другого Бога Нет Никакого Другой Вещи Которые Может Быть Подобные Тебе И Чем Сатана Не Пытается Нас Обольстить Да Не Будет Оно Превозлагать Над Нами Господь Именно Твоим Мы Господь Умоляем Тебя Помогать Нам Иисус Мы Знаем Что Ты И так Помогаешь Чтобы Мы Господь Понимали Когда Кто-то Пред Нашими Глазами Пристанет Чего-то Мы Захотим Не Того Что Надо Дай Нам Знать Истину Твою Дай Нам Всегда Начертать Твою Истину Перед Глазами Своими Как Ты Заповедовал Народу Своему Чтобы На дверях Была Написана Истина На челе нашем Везде Господь Говорил О том Что Ты Один Бог Который Может Приноси Нам Счастье Что Нет Других Богов Нет Других Вещей Нет Ничего Другого В этом Мире Что Может Сравниться С тобой И Дай Нам Не Забывать Об Этом Когда У Нас Будет Все Хорошо Когда У Наших Домах Будет Покой Когда У Нас Будет Много Богатства Когда У Нас Будет Все Хорошо Дай Нам Всегда Не Забывать Что Ты Наш Бог Что Ты Любишь Нас Что Ты Хранишь Нас Что Ты Даешь Нам Все Что Ты заботишься о нас, что все хорошее от Тебя, и дай нам не приписывать ничего себе, Господь, но всегда знать, что Ты избрал нас, и Ты, Господь, даруешь нам все, что необходимо для нашей жизни. Помоги нам быть довольными то, что мы имеем, и, Господь, если нужно что-то другое, помоги нам все принимать с довольством и с радостью, и быть счастливыми, какими Ты хочешь нас видеть. За все Тебе слава вовеки. Аминь.